Братья и сестры, здравствуйте! Покаяние народа – это то, к чему ведут нас беды. Отказ от измен и абортов, разводов и всяких пакостей блудно-похотливых. Отказ от колдовства и ворожбы, от веры во всякое суетно и ложное. Хранящий суетно и ложное, мило свою оставишь, как и она говорит. Изменения, нравственные изменения народа – это главная цель любого несчастья. И вот сейчас об этом немножко подробнее. 19 глава книги «Деяний» говорит о том, что руками Павла Бог творил немало чудес. Так что на больных возлагали платки опоясанья с тела его, и у них прокрещались болезни, и злые духи выходили из них. И вот 19 стих 19 главы говорит о том, что в городе Эфес, это место, где была знаменита Артемида Эфесская, и храм ее стоял, одно из семи чудес света древнего мира. В этом самом Эфесе, и занимавшись чародейством, довольно многие, собрав книги свои, сожгли их пред всеми и сложили цену их, оказалось их на 50 тысяч драхм. Но любители подсчитывать посчитали, что 50 тысяч драхм – это сумма, равная плате за год, годовая плата, 137 рабочих. То есть это огромное предприятие по нынешним меркам. Годовая зарплата огромного предприятия – 50 тысяч драхм. Вот такую кучу книг, а книги были очень дорогие, не было печатного станка, Гутенберг еще не родился, книги переписывались от руки, чернокнижники собрали их и сожгли на площади, удостоверяя тем, что они отвратились от ложных богов к Богу Живому. Вот исходя из этого прочитанного, я бы хотел сказать, что современные жилища крещенных людей, между прочим, зачастую насыщены и перенасыщены книжками самого злодейского содержания. Там может быть что-то эра Водолея, там может быть что-то про третий глаз, про египетские пирамиды, про общение с духами, про телепортацию и телекинез какой-то, про перевоплощение всякие, про раскрытие тайных сил организма, про звенящие кедры России, про всякие кармы, чакры, мантры и про всякую пургу. И вся эта грязь духовная, за деньги купленная, хранится в домах наших крещенных людей. И вот что важно, что наличие в доме оккультной литературы дает демонам право пребывать в ваших домах и действовать там, над вами. А также наличие всяких амулетов, всяких идолов и истуканов, потому что что только не хранится, опять-таки, в домах наших крещенных людей. Египетские божества и статуэтки, шаманские маски, какие-то негритянские маски, значит, там что-то еще подобное, какие-то китайские разные божества-богатства, какие-то жабы для привлечения денег и прочее, прочее. Вот подобного рода амулеты и книги, повторяю, дают демонам право на законных основаниях находиться в ваших домах и действовать там. Поэтому человек, обращающийся от мертвых богов, от суетных и ложных к богу живому, должен без паники, без холеры, там всякой такой, значит, бескондратия, просто вооружить свой глаз внимательностью, а не очками, и рассмотреть по дому своему. Чего такого гнусного я понаносил сюда? Какие-то карты Таро, быть может, какие-то гороскопы, какие-то всякие карты звездного неба, составленные с тем, чтобы решить, под какой звездой я родился и какая судьба моя будет. Вот всякое египетское, всякое вавилонское, всякое шумеро-аккадское, всякое из Блаватской, всякое из йоги, всякое из того, всякое из чего. От этого мусора в домах христиан, так называемых христиан, так много, что вообще удивляешься, как еще до сих пор не погибла живая вера, как еще до сих пор есть святые люди. Поэтому в Эфесе от проповеди Павла люди совершили инвентаризацию вещей, находящихся в их домах. При всей дороговизне тамошних книг они, не стыдясь и не жалея, снесли все это, мусор, и сожгли. А хотя это было, повторяю, 137 человек умножить на годовую зарплату. Это очень большие деньги. Поэтому то, что вы заплатили, не жалейте. Сжечь без жалости и до свидания. И выкинуть из дома своего всякие идольские, привлекающие удачу, там по феншую раскрученные всякие там эти штуки, это все то, что в голове у человека творится, это просто пером не описать, это уму непостижимо. Именно из-за этого, этой повседневной измены Богу живому, мы становимся достойными всякого наказания от воскресшего из мертвых Господа Иисуса Христа. Поэтому война требует изменения сознания и очищения жизни. Нравственного перерождения требует война. И тогда она закончится победой, нашей победой. Для того нам и плохо, чтобы, покаявшись, нам опять было хорошо. Примите к сведению и не говорите, что вы не слышали. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин